Компенсационные выплаты, пострадавшие от подтопления на Пчане, начали получать еще на прошлой неделе. В городе и сельских округах были открыты пункты приема заявлений, а оценку ущерба проводила межведомственная комиссия. Затопило у нас на домовладении подвал, дальше септик, сад практически полностью затопило. Вот, вода в дом тоже вошла, то есть полы у нас тоже в таком нехорошем состоянии, сейчас переборкой занимаемся. Через день пришла комиссия, в том числе там в составе были представители города, потом поселка. Вот, они все посмотрели, сфотографировали, объяснили нам ситуацию. С одним и тем же вопросом к прокурору Краснодарского края обратилось сразу несколько анапчан. Некоторые из них не имеют постоянной прописки на курорте, хотя фактически проживают в пострадавшем от подтопления районе. Согласно законодательству, они не могут претендовать на выплаты. Мы планируем выйти в защиту граждан, выйти с рисковым заявлением порядка 145 ГПК. Нам это предоставляет возможность, но мы считаем, что в данном случае мы сейчас завершим формирование документов. В ближайшее время мэрия Анапы совместно с прокуратурой проведет работу по юридическому признанию факта проживания пострадавших, чтобы включить их в список. Надеемся, что правда будет на нашей стороне. Мы вопрос выиграем этот и получите компенсацию такую, чтобы можно было дальше продолжить. Сейчас на курорте непростой остается ситуация с электроснабжением. Во время ливневых дождей поврежденными оказались несколько подстанций и линий. Восстановительные работы идут до сих пор. В некоторых районах света не было на протяжении 10 дней. Здесь НЭСК, конечно же, они подтянули определенные силы с территории других муниципальных образований, аварийно-восстановительные бригады, они подтянули дизель-генераторы для того, чтобы максимально где-то отдать возможность людям и энергообеспечения было. Но действительно, со своей стороны, я как и глава города подтверждаю, что абсолютно недостаточные меры были приняты для того, чтобы полностью ситуацию держать под контролем. Необходимо проработать, насколько четко они выполняют инвестиционную программу, по которой они должны вкладывать деньги именно в модернизацию этих сетей. Вот основной вопрос, который нужно проверить. Но его проверять нужно с привлечением специалистов. Сергей Табельский поддержал предложение. Вскоре будет проведена проверка деятельности предприятий. На приеме прокурора также побывали руководители анапских здравниц и отелей, в частности детских лагерей. В ближайшее время им будет оказана дополнительная поддержка в откачке воды. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.